Рад всех приветствовать! Вы на канале 20% АЗ. Похоже, что страсти на Тавурском направлении начинают подутихать и ситуация с Нагорным Карабахом опять скатывается в свою колею. Колею пустой демагогии и топтания на одном и том же месте. Друзья, а вы заметили, что как только армянская сторона предпринимает провокационный ход, так сразу же ситуация с Нагорно-Карабахским вопросом сдвигается с мертвой точки. То есть не какие-то переговоры министров иностранных дел или дебаты Алиева с Пашиняном, а именно провокации на линии соприкосновения приносят результат в разрешении наболевшего армян-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Чем больше армяне провоцируют Азербайджан, тем активнее становится власть Азербайджанской республики. Поэтому всякая провокация со стороны Армении только на руку Азербайджану. Господа армяне, я в каждом своем ролике стараюсь вам напомнить, что Нагорный Карабах не принадлежит вам, не принадлежит и никогда принадлежать не будет. Будете вы сопротивляться или не будете сопротивляться, результат будет только один. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов вернуться под полный контроль Азербайджана. И наконец-то в Карабахе восторжествует мир. И мы будем вспоминать эти события как какое-то недоразумение, как страшный сон, который, к счастью, закончился. Иногда мне в комментариях пишут армяне, чтобы я привел доказательства исторической принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану. Зачем вы меня спрашиваете? Вам же не нужен мой ответ. Вы же не зашли на мой канал спрашивать. Вы же пришли меня учить. Вам не нужны мои ответы и что бы я вам не написал, вы с этим не будете соглашаться. Сколько раз уже президент Азербайджана Ильхам Алиев приводил аргументы и доказательства, что азербайджанский народ на протяжении веков жил и творил в Нагорном Карабахе. Все относящиеся к Нагорному Карабаху топонимы, указанные на древних картах, в том числе на картах, изданных в период царской России в начале 20 века, имеют азербайджанское происхождение. Карабахское ханство было азербайджанским ханством. В начале 19 века армяне были переселены в Нагорный Карабах и в 20 веке национальный состав там подвергся значительной деформации. Что же касается карт, расчерченных между республиками после большевистской революции, то большевистское правительство тогда приняло решение о том, чтобы Нагорный Карабах сохранился в составе Азербайджана. Не не был передан Азербайджану, как мастерские интерпретируют армянские историки, а сохранился в составе Азербайджана. Это очень важный момент, и об этом свидетельствуют исторические документы. Было принято решение о сохранении Нагорного Карабаха в составе Азербайджана, А перед развалом Советского Союза националистические силы в Нагорном Карабахе и Армении начали агрессию в отношении Азербайджана. И в результате этой военной агрессии примерно 20% азербайджанских земель, в том числе Нагорный Карабах и 7 прилегающих районов были оккупированы. Одна женщина в комментариях под моим видеороликом старается меня всячески загнать в угол. Она пишет о том, что будто бы есть какие-то исторические факты, карты, материалы, которые хранятся в исторических библиотеках по всему миру, которые якобы подтверждают, что Нагорный Карабах это Армения. И еще был упрек в том, что я не привожу никаких исторических фактов. В таком случае я отвечу вам вопросом. Если по всему миру хранятся материалы, которые бессомненно доказывают, что Нагорный Карабах это армянская земля, то почему же тогда весь мир утверждает, что эти земли принадлежат именно Азербайджану, а не Армении? Почему весь мир признает, что Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему районов оккупированы Армении? Что же получается, весь мир врет или весь мир не знает истории? Дорогие друзья, украинский историк-исследователь, который кстати имеет армянские корни, на своем канале в YouTube фактами попытался донести до армян правду об их якобы древней истории. Так вот, этот историк обратился к армянам и попросил выслать ему карты, где указана древняя Армения. Вот что он сказал. Армяне, вы до сих пор не поняли, что подтверждений аргументам, которые вы приводите, вспоминая историю, услышанную в школе, в институтах, вспоминая историю якобы древней Армении до Османской империи. Их нет нигде. То, что написано в современных словарях, энциклопедиях, это не аргументы, поскольку там необходимо, чтобы была ссылка на документы. Пришлите мне карты, сказал историк, до 17 века. Я буду круглые сутки изучать эти ваши карты, но их нет. Понимаете? Нет. Если эти аргументы существовали бы, то за эти годы хоть кто-то послал бы мне их как доказательства. А мне постоянно высылают ссылки из Википедии. Вот такие дела, друзья. Благодарю вас за то, что досмотрели ролик до конца. Не забывайте ставить лайк. И если видео вам было полезным, то поделитесь роликом со своими друзьями. С вами был Павел и команда 20% АЗ. Друзья, мы обязательно победим! Спасибо за просмотр! Буду рад, если вы поддержите ролик своим лайком. И, конечно же, приглашаю вас подписаться на канал. Когда мы вместе, мы сила! Удачи вам и уверенности в себе! С уважением, автор канала Павел!